Ну, всем здорова. Сижу я, значит, такой на курсах по программированию, никого не трогаю, и тут наш препод приходит и такой... ПИСЮ КАСАЧ! Все, короче, реально испугались, смотрели, чтобы это оказалось шуткой, а я сижу такой и думаю, опа, тебе бы додумал видосик, как крутяк. КОРОЧЕ БЛИЖЕ К СУТИ, ЗАДАЧА ТАКАЯ, СДЕЛАТЬ МОРСКОЙ БОЙ В ВИДЕ КОНСОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЯЗИКЕ ОСИ ПЛЮС ПЛЮС В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ. Ничего не предвещало беды, задача несложна, кое-какие знания у меня всё же имеются, я ведь не на 100% тупой, и, соответственно, всё должно было быть путём. Да, это было нелегко, но, в любом случае, я молодец, типа, получил зеркалую десяточку. А пусть и момент, что там с набальной системой, это уже сейчас неважно. Так вот, писать в Курсач заново часа для видео я не хочу, так как это слишком долго будет, что мне, собственно, не нужно, просто запустим его, пожалуй, и пробежимся по основным моментикам. Бежим в блокнотик, копируем оттуда весь нужный нам код и кидаем его в Visual Studio, запускаем и играем в этот... СОБСТВЕННО, НАЧНЁМ СНАЧАЛО, А КАК ТОЛЬКО МЫ ЗАПУСКАМ ИГРУ ПОСЛЕ НАДПИСИ МОРСКОЙ БОЙ, У НАС НАЧИНАЕТСЯ АНИМАЦИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ИГРОВОГО ПОЛЯ. Для этого нам понадобится цикл и пару ипов, благодаря которым мы спокойно могли бы дать понять в программе, что конкретно нужно рисовать. Серый квадратик, синий квадратик с буковкой или просто синий квадратик, ну и так далее. Далее у нас, собственно, выбор расстановки автоматической и ручная. Объясню, как она работает на примере ручной расстановки. При нажатии на какой-либо из стрелочек мы стираем кораблик и перерисовываем его на новых координатах, естественно, если нам не мешает это сделать другие объекты. Собственно, далее, основываясь на размерах кораблика, мы создаем вокруг него поле из единичек, а сам кораблик отблоден двоечками. И если последующий кораблик не стоит ни на каких из этих цифрках, мы можем спокойно его поставить. Автоматическая расстановка устроена ровно так же, просто позиция, на которой будет ставиться кораблик, генерируется случайным образом. Далее у нас отрисовывается вражеское поле и автоматически расстанавливаются вражеские кораблики. Теперь, собственно, стрельба. Блин, да тут вообще всё легко вышло. Наводимся стрелочкой и стреляем мэнтером. Собственно, если попадаем, меняем цвет клеточки на фиолетовый. Если нет, то натяну серый. У противника всё точно так же, только наводится он самостоятельно. Ну и, пожалуй, момент решения, кто победил. У кого первого закончатся кораблики на игровом поле, тот, собственно, и проиграл. Мда, не думал, что на мой курсач хватит так мало времени, но да ладно. Вообще, пох***ю. Я надеюсь, каждый излёг для себя что-то полезное, и он поддержит меня своим лайком, комментарием, подпиской и так далее. И да, ссылку на файл с курсачом я оставляю в описании, типа, может, кому-то поможет. Мне, собственно, не жалко. Ну а теперь всем покедова. Я надеюсь, что видосик зайдёт, и мы с вами максимально скоростного встретимся. Продолжение следует...